Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. Так, ну здравствуйте, мои дорогие! Опять я в мастерской, опять я приглашаю вас со мной поработать. Так, к тому, что вот вы часто мне пишите, что мне вот то, что я там бывает накладку себе надеваю на голову, мне лучше, вот допустим, когда волосы я закалываю или там, ну свои естественные волосы лучше. Понимаете, чтобы вот так вот у меня выглядела я более-менее сносно, мне приходится волосы подкрутить или же подкрутить, потом все равно этого не хватает, вот они распадаются. У меня вот здесь на макушечке, вот здесь у меня просвечивают волосы, потому что вот после, у меня и так как бы там не густо уже было последнее время, ну а после короны там у меня клоками выходили волосы, вот, и они вот у меня практически не восстановились. То, что вы сейчас видите, это картинка, которую я тщательно скрываю, покажу сейчас чем. Я сейчас не крутила волосы, но как бы они у меня были подкручены, там пару дней назад я крутила, может быть. Вот есть вот такая вот штуковина, которая меня выручает, она немножко, недавно у меня чуть-чуть подразбилась. Сейчас я вам покажу. Видите? Ой. Тут зеркало такое грязное. Вот видите, это вот оно у меня сейчас разбилось буквально пару дней назад. Вот. Здесь вот такое как тени. Ну, вообще, если у вас такого нет, это для бровей, можно подкрашивать брови. Ну, для меня это слишком широкие. Вот. А я вот этой вот широкой частью я подкрашиваю. Это тоже подкрашивать можно вот где у вас там, допустим, у вас нет времени покраситься, например. Там какие-то отрасли кончики где-то у вас там просвечивает или там это самое. Вот вы можете вот этим вот так вот взять и подкрасить немножечко корешочек. Вот. И сходить на какую-то вечеринку красивой. Вот. Так что, ну, если такого нет у вас, то покупайте коричневые тени. В принципе, то же самое можно сделать с коричневыми тенями. Ну, не коричневые, а такие под цвет ваших волос. Там, если у вас черные волосы, то вы их черные, естественно, покупаете. Здесь, правда, нет таких светло-коричневых, вот это темные. Но оно как бы, как бы корни подкрасить нормально таким даже темным. Вот. Поэтому я и говорю, что вот эта моя накладочка, она меня часто выручает, когда мне, допустим, или крутить не хочется, или влажная погода, что я накручу, и пока я там дойду до места, где будут, где я должна выглядеть нормально, у меня это все раскрутится, все это распадется, поэтому я надеваю вот эту свою накладочку. Ну, то есть вот так, по-быстрому, как говорится. Вот. Ну, и потом, естественно, летом ее очень жарковастенько у нас надевать такое. Естественно, летом я не могу носить. Очень редко там, если я уже иду куда-то в какое-то помещение, где, естественно, будет кондиционер. Так просто в магазин, на базар или куда-нибудь, ну, на базар я не хожу, в магазин или куда-то я такое не надеваю. Так, ну, а сегодня я продолжаю. Приходила Вика с Яночкой. Блузка, все нормально у нас. А вот это, вот помните, вот эта желтенькая курта, она у нас немножечко, понимаете, как... Хорошо, что я еще оверлок не сделала, потому что оверлок делать мне там нужно было вот это, повытаскивать вот эти вот все камешки, которые здесь у нас. Так, я вот камеру направила вниз. Когда вот я Яночке ушивала, вот это, вот видите, я сейчас обрезала. Видите, какое вот оно получается. Да, я вот первый раз наметила ей, сколько нужно было ушить. Здесь, естественно, я ничего не намечала, потому что здесь, ну, оно было слишком велико на нее, там непонятно было. Я забрала здесь, а вот эта вот басочка, да, вот эта вот, она, я вот, как бы, сколько здесь я забрала, так вот я по ходу и обрезала. Ну, видимо, индийцы тоже покроили не так, как следует. Я понадеялась, что это нормально, потому что это очень дорогое, вот, и там должны уже быть специалисты высшего класса, которые исполняют, выполняют вот эту работу. Ну, как оказалось, рано я обрадовалась. И вот получилось так, это я уже ушила, получилось так, что вот оно вот так вот было у меня. Вот сейчас я вам покажу. Вот так вот я убрала, и вот так вот, у меня даже шовет тут еще этот остался. И вот так, получается, я полностью по всей этой самой, ну, по всей длине я тут убрала. Я же говорю, хорошо, нет, я даже сделала тут оверлок, даже сделала тут оверлок, это у меня тут, ну, я уже забыла. Вот, это тут мне теперь нужно распустить и по новой оверлок сделать. Но даже я еще хочу немножечко забрать, потому что тут как раз шов получается уже, клин, вот, и тоже некрасиво тут, ну, так, видите, как, я думаю, заберу его вот так, оно не помешает. И вот, когда пришла Яночка уже практически забирать, вернее, ну, они не забирают, они мимо ехали, и Вика меня спросила. Так, подождите, поправлю. Они мимо проезжали, Вика позвонила, говорит, Люд, ты дома? Я говорю, дома. Она говорит, что там с нашими вещами? Я говорю, все в порядке, сделала. И когда Яночка померила, получается, вот здесь у нее все хорошо, все так, как бы, по фигурке, а вот это вот, знаете, вот эта баска, да, она вот так вот получается, слишком она вот такая вот торчала, наверное. А я без этого, без примерки, непонятно, как, конечно. Вот, она торчала, и вот эти вот концы, слишком она вот, как бы, понимаете, не идет вот так вот, как трапеция, да, оно как-то идет вот так вот, как-то сильно. Вот, и оно вот эти вот, в этих вот боковом шве, вот внизу, вот здесь вот оно как-то вот так вот, знаете, заворачивается, как-то вовнутрь, вот как бы просится, чтобы его убрать. И вот теперь я распарываю, ну, естественно, если бы это нормальная ткань была, можно было, это прям пока бы они тут у меня были, я бы буквально там за пять минут бы все им переделала. Ну, это, так как говорится, ткань такая, что быстро не построчишь, ничего не сделаешь, видите, вот сами что, что творится у меня на пути, на пути следования машинки, на пути шва. Поэтому мне все, тем более интерлок тоже мне надо это, это мне все нужно убрать. Спасибо моим, моим внимательным зрителям, причем у меня как раз там были несколько профессионалов, наверное, и они мне посоветовали, говорят, Люда, не обрывай свои ногти, потому что это очень сложно, вот это все выдирать. Вот видите, как оно тут насмерть приклеено, вот, а это, а вы просто возьмите маленький молоточек и разбейте. Ну и вот я пытаюсь следовать, спасибо вам большое, сейчас я попробую, если только это получается, то я буду пользоваться этим методом, и это очень, конечно, удобно. Так что приступим, приступим к, ну как, столяры и плотники, да, столяр, теперь я поработаю таким вот столяром, поработаю я с молоточком. Вот я взяла молоток, не смотрите, что он такой старошненький у нас, вот, ну я его помыла, чтобы ржавчины у меня тут нет, а сейчас буду, буду пробовать. Даже мел, в такой влажности, даже мел крошится так, что я не могу линию провести, провожу линию, а она у меня крошится. Так, вот тут я еще хочу ушить. Так, это сейчас я обрежу, где мои ножнички. Даже ножницы тут еле режут у меня. Ой, у меня так и ножницы тут затупятся. Вот здесь вот шов. Так, и вот здесь будет оверлок. Вот попробуем мы по оверлоку простучать. Не так-то просто, ничего-то на меня... Может быть, это мягкое? Я вот взяла на всякий случай. Зеркала не разбиваются. Зеркала придется мне выдирать. Нет, девочки, что-то у меня... Не разбиваются вот эти камушки. Так, мои дорогие, что-то у меня не очень-то хорошо молоточками получалось. Может быть, у меня поверхность мягкая. Вот, а может быть, нужно какой-то такой брусочек. Ну, я не знаю, металлический или как сказать, металлическую. Такую какую-то из металла штуковину, на которой бы я могла простучать хорошо. Или же что-то у меня с моим молоточком не то. Но, в общем, я не знаю, мне приходится... Все, посмотрите, все обламываю себе. Все равно обламываю себе ногти. Уже ногтей не осталось у меня. Вот, ну, немножечко как бы молотком разбивается оно. Но, тем не менее, все это нужно еще ногтями вытаскивать. Вот, теперь я проведу... Вернее, намечу шов, линию шва. Вот, и по ней теперь мне нужно тоже опять-таки простучать. Там я простучала по оверлоку, там, где будет проходить оверлок. А теперь мне нужно простучать по линии шва. Сейчас я вам покажу, в каком состоянии у меня ноготь. Вот я на черное, вот так, чтобы вам виднее было. Посмотрите, как будто его обгрызли у меня. Одной стороны нет. Так, ну, а сейчас приступим уже непосредственно к шитью. Нужно заправить машинку. Я говорю, не могу нарадоваться своей этой машинке. Очень быстро заправляется нить. Буквально несколько секунд, и вы уже вставляете нитку в этот рычаг специальный, который отправляет нить в иглу. Я тут так хвастаюсь, просто давно не покупала машинки. И когда вот увидела эту машинку с автоматическим таким рычажком, я, конечно, очень удивилась. Может быть, сейчас все такие машинки. Ну, а теперь я приступаю к шитью. Вот, и хочу, забегая вперед, сказать, что прострочила я тут все нормально. Ну, вот оверлок никак не хотел обрабатывать эту ткань. Поломала две иглы, потом это очень сложно вставлять туда ее, эту иглу. Несколько раз я пыталась заправить этот оверлок, потому что там тоже рвало нитку мне. Вот, и в конце концов у меня там что-то заклинило, куда-то не туда пошла игла. Заклинило, в общем, у меня оверлок там сломался. Мне нужно его нести в мастерскую. Сломал самый индийский оверлок, который стоит у моих швей там в комнате, где они шьют. Вот, и теперь я буду пользоваться своим, который я привезла из Украины. Язык мой, враг мой. Представляете, мне звонила Вика, спросила, готова или нет. Я говорю, остался только оверлок, но мне нужно пойти купить запасные иголки, потому что если у меня поломается иголка в оверлоке, то, а у меня осталась одна только запасная, поэтому говорю, я куплю иголки, тогда буду доделывать. И вот, пожалуйста, накаркала. Поломала две иголки, вот, и вообще поломался у меня оверлок. Вот так. Так, сходила я в магазин, вот, купила тут всякие швейные, купила поролон, мне нужен поролон там был, вот, и купила всякие швейные тут принадлежности. Какие принадлежности? Вот, иголки. Сейчас я вам покажу. Вот такие булавочки. Иголки для машинки. Иголки такие, ну, швейные. Потому что у меня мои швеи всегда теряют, вот, еще разного размера. Вот они, когда подшивают, им надо короткие, а это вот такие обычные, подлиннее чуть-чуть. Вот. Что еще я купила? Ну, вот это вот, там, в оверлок нужно, когда вдевать нитки. Все, ручки и нитки купила. Все, больше ничего тут нет. Так, ну, вот и все, мои дорогие. На этом я заканчиваю свое видео. К сожалению, у меня, может быть, получилось два видео уже на эту тему. С этим костюмом, с Яночкиным. Ну, я старалась, конечно, сделать. Ну, что получилось, то получилось. Больше за такие вещи я не буду браться.